Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И опять у нас с вами задний план новый. То есть я решила, что лучше будет, если я просто буду снимать с однотонным задним планом. В общем, я экспериментирую в разных частях квартиры. Пишите, где лучше. Что у нас сегодня с вами будет? А ничего, мы просто будем смотреть в пустую тарелку вместе. Шучу. Сегодня у нас с вами будет... Вот я не могу проговорить это слово. Это пита. Это, если я не ошибаюсь, турецкая кухня. Но я могу и ошибаться, потому что очень много людей всегда пишут мне, что нет, например, это не азербайджанская кухня. Или, например, это не российская, а украинская кухня. В общем, такое часто я вижу у себя в комментариях. Поэтому давайте не будем строго ко мне. Также приготовила себе обычную воду. Пробую в первый раз. Очень странно, даже в упаку и даже не пробовала. Здесь еще сверху плавленый сыр. Но можно и без сыра брать. Когда я покупала, мне сказали сначала одну цену. Ладно, я вам скажу, стоило 12 монат. Потом мне сказали, что мы можем добавить еще сыр. И взять, например, какое-то другое мясо. Буквально где-то за 15 минут, прям у меня на глазах, мне приготовили и дали. Что я могу сказать? Очень-очень вкусно. Ну, это реально очень вкусно. Удастся ли мне все это съесть? Интересно. Потому что это как-то мнозовато для меня. Также, кстати, я попросила вас задать мне интересные вопросы, чтобы мы не просто тупо сидели и ели, а отвечали на интересные вопросы и обсуждали что-то. Деревня или город? Я предпочту город. Потому что здесь все как на ладони. То есть, в деревне ты не можешь купить все, что ты хочешь. Например, в городе ты можешь быстро заказать себе доставку еды, доставку пиццы. Вдруг ты захотела суши, ты взяла и заказала. В деревне дела обстоят немножко иначе. Но если ты хочешь пиццу или суши, ты должен встать и приготовить. Еще плюс пойти за продуктами в магазин. А за яйцами в курятник. Поэтому я предпочту город, в город проще. В городе проще жить. Я заметила такую тенденцию. Люди стали переезжать из деревень в город. У нас есть деревня, из которой мы родом. И когда я туда езжаю, я замечаю, что все больше и больше молодежи переезжают в город. Но на старость лет я бы переехала в город. Ой, в деревню. Свежий воздух. Спокойная атмосфера. Снимала бы там для вас мукбанки. И жила бы в деревне. Фильмы или сериалы? Я вообще, если честно, не смотрю ни фильмы, ни сериалы. Но в последнее время подсела, я вам говорила, на сериал, который называется «Ветреный». Серьезный. Нереально интересно. И вы знаете, особенно интересно именно на турецком языке. Я смотрела перевод, но перевод какой-то, знаете, недословный. Как-то тупо получается с переводом. А в оригинальной версии это вообще что-то с чем-то. Очень интересно. Далее. Любимый бренд одежды. Я не могу сказать, что я одеваюсь в супер дорогих магазинах. В каких-то там Кинзо, Альмини Гильдезегна, не знаю, Гуччи. Поэтому какого-то именно бренда нету. Я вот что понравится, то и куплю. И мне кажется, даже если я буду зарабатывать миллионы, я никогда не буду тратить деньги на тряпки. Такие огромные суммы. Это не целесообразно по мне. Могла бы за деньги продать свой канал. Нет. Во-первых, это мой труд, это моя мечта. Если ты готов продать свою мечту, то это вообще не целесообразно. И потом, зачем продавать то, что тебе приносят деньги? То, что с каждым днем двигается вперед с огромными шагами. Это просто тупо. Суши. Все опять хотят видео про суши. Снимем. Какая детская мечта сбылась? Я не знаю, вам говорила или нет, но в детстве я мечтала быть режиссером. Снимать какие-то клипы и так далее. Но не то, что прям режиссером я стала, но в какой-то степени я тоже что-то снимаю и в что-то вкладываюсь. Поэтому эта мечта у меня сбылась. Да много мечт у меня сбылось. Блин, в детстве я очень мечтала работать в крупной компании, в какой-то, знаете, как в фильмах, вот в таком офисе. Это тоже исполнилось. У тебя очень позитивное видео, какое твое самое нелюбимое блюдо и самое нелюбимое видео, здесь еще спросили. Я заметила, что блогеры, топовые блогеры, так как у них появляется много подписчиков, они удаляют свои старые видео. С одной стороны, это понятно, им, наверное, стыдно видеть себя начинающего. Например, у меня на канале есть первое видео, где я рассказываю про одежду, которую я заказала с сайта Алиэкспресс. Я смотрю это видео, мне абсолютно не нравится, как я разговариваю, как я веду себя. Но я не удаляю. Я считаю, что это какой-то прогресс в моей жизни, и люди тоже должны видеть этот прогресс. То есть, как раньше я говорила на камеру, как сейчас. Я не говорю, что я прям такая сейчас супер, но разница есть. Посмотрите мое первое видео. Далее. Что для тебя самое главное в жизни? Если не считать вот этот банальный ответ, как родители, близкие и так далее. Для меня самое главное в жизни на данный момент это саморазвитие. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Я хочу стать очень богатой, но не прям миллионершей, да. Но зарабатывать крупную сумму денег и быть очень простой в то же время. Для меня это мечта. Есть такие люди, которые, например, начинают зарабатывать, как-то улучшают свое материальное состояние, и они в корне меняются. То есть, они ведут себя по-другому, очень нагло. Я хочу остаться собой и при этом в жизни чего-то добиться. Самый лучший футблогер. Спасибо. Очень приятно. Любовь или деньги? Конечно же, любовь. Потому что деньги можно заработать. Какой вопрос. Представь, что тебе подарили щенка, но взамен надо подарить канал. Ну что за вопрос? Я уже обрадовалась, когда про щенка увидела. Мне часто пишут на почту, часто пишут, не знаю, в инстаграм, что продай канал, сколько стоит твой канал и так далее. Я, конечно, понимаю, что с каждым днем монетизацию получить все сложнее и сложнее. И вот чисто с нулевого канала там 4 тысячи часов просмотров нужно, тысячу подписчиков, и это все нужно набрать в течение одного года. И когда канал не развивается, это нереально сделать, понимаете? Но я не видела ни одного блогера, который когда-то продал свой канал. Поэтому от меня тоже не ждите. Айка, ты супер! Спасибо большое! Очень интересный вопрос. Вообще, эта девочка, я ее запомнила по аватарке, она всегда задает очень классные вопросы. Кто является авторитетом по жизни? Для меня до каких-то пор в моей жизни был авторитетом самым главным. Это мой старший брат. Вот. Всегда я прислушивалась его мнения, и он мне всегда говорил, что не спеши выходить замуж. То есть замуж ты всегда успеешь выйти, а сделать карьеру ты не сможешь всегда. В отличие, наверное, от других братьев, многие братья, наоборот, хотят избавиться от сестры. Вот выйдет замуж, у нее будут свои заботы, и все. А у меня брат не такой. То есть он хочет, чтобы я была счастлива. Также, конечно, мои родители для меня являются авторитетами. Мама. Ну, последнее время как-то я не могу сказать, что я прям прислушиваюсь к мнению родителей. Кстати, о родителях. Скоро будет видео с моей мамочкой. Я очень надеюсь, что оно вам понравится. Я еле уговорила свою маму сняться в моем видео. Ну, хочу вас предупредить, пожалуйста, не пишите что-то негативное. Даже малейшее что-то ее обижает. Напишите, что она очень красивая, что она очень добрая, милая, что мы с ней очень похожи. Она такой человек, он очень болезненно реагирует на какие-то мелочи, которые пишут в интернете. Еще представьте про нее, кто-то что-то напишет. В общем, в ближайшее время, где-то в ближайшие три дня будет видео с мамой. Просто что мы будем кушать, я не знаю. Надо что-то придумать. Если бы про тебя сняли фильм, Кому бы ты доверила свою роль? Кто бы мог сыграть меня? Наверное, человек, который очень хорошо меня знает. Кто меня хорошо знает. Логично. Наверное, Фатя. Фатя очень хорошо меня знает. Есть какие-то вещи, которые, например, я даже родителям не рассказываю, но... Фатя знает все. Я не ответила на вопрос. Там был вопрос. Твое любимое видео на моем канале. То есть, мое любимое видео, которое я сняла. Вы знаете, последние мукбанки все мне нравятся. Когда я начинаю смотреть видео, где я там про косметику что-то рассказываю, тогда сразу меня клонят в сон. Ну, прям самое-самое. Давайте я свое любимое видео оставлю вам в инфобоксе. Это видео, где мы с Фатей кушаем пастилу. Вроде ничего необычного. Мы просто на скорость. Но мы столько смеялись, когда снимали это видео. Реально, это видео снято от души. Сбываются ли твои мечты? Да, сбываются. Я буквально в одном шаге от 50 тысяч. А моя самая главная мечта в жизни была получить кнопку 100 тысяч. Конечно, до нее мне далеко, но процесс пошел. Я уже так посчитала, где-то к Новому году, может, в январе, я уже получу свою кнопочку. Для меня это самое главное достижение будет в жизни. Я всегда мечтала. Всегда. Вот сколько лет я смотрю YouTube, для меня была самая главная вот эта кнопка. Веришь ли ты в настоящую дружбу? Конечно же, да. У меня замечательные подруги. И я считаю, что женская дружба, она существует. Кто бы что ни говорил. Ты слишком добрая к людям? Да, я люблю делать добро, но до поры до времени. Когда я вижу, что человек просто пользуется моим добрым отношением к себе, я прекращаю. Осталось всего ничего. Я все съела. Я уже как-то, наверное, привыкла много есть, потому что эта порция рассчитана на двух человек. Я села одна. Что бы ты посоветовала себе пять лет назад? Только один совет. Быть более сдержанной. То есть я немножко, знаете, в свое время была немножко такая истеричка. То есть я свои эмоции показывала. А их не нужно никому никогда показывать. Лучше вести себя очень холоднокровно. Я считаю, что это моя ошибка вообще по жизни. Жалко, что нельзя вернуться пять лет назад и что-то исправить в жизни. Я бы много чего, например, исправила. Привет, ты была в Волгограде? Да. Я была в Волгограде, когда мне было, наверное, лет восемь или девять. По-моему, в Мамаев курган. Я там купила шкатулку, она у меня до сих пор лежит. С той южной сестрой были. И последний вопрос. Что больше всего тебя раздражает в людях? Мне не нравится, когда люди изображают из себя кого-то. Я вам желаю приятного аппетита, удачного дня. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если вы хотите, чтобы в следующем моем видео ваш вопрос прозвучал. Ссылка в инфобоксе. Всем желаю удачного дня, всем пока!